В Москве состоялись трехсторонние переговоры министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении. Как заявил глава Митроссии Сергей Лавров, стороны провели обстоятельные переговоры и договорились о продолжении диалога. Джейхун Байрамов в очередной раз подчеркнул, что Баку последовательно выступает за процесс постконфликтной нормализации, в скорейшем подписании мирного договора, а также открытие транспортных коммуникаций. Подробнее об этом мы поговорим с нашим гостем. К нам подключается Эльчин Алиоглум, главный редактор портала Мелли Ас. Эльчин Мелли, добрый день, здравствуйте. Приветствую вас, добрый день. Что ж, вчера состоялись очередные переговоры главы МИД Азербайджана и Армении, проверяя обстоятельный диалог. Как вы считаете, возможно ли подписание мирного договора уже в этом году, так как мы видим, что переговорные треки участились? Отписание мирного договора в этом году, оно неизбежно, потому что как со стороны Запада, так и со стороны России выкладывается немало усилий. Причем многие усилия, они видны невооруженным глазом, потому что все-таки этот договор, мирный договор, или же говоря комплементарным юридическим языком, договор о взаимопонимании и налаживании нормальных межгосударственных отношений был подписан. Потому что обе стороны, и Запад, и Россия стремятся к этому. Интересы России заключаются в том, чтобы ни в коем случае не уступить место главному модератору и главному посреднику между Азербайджаном и Арменией. Это подключает в себя и геостратегические, и тактические замыслы России. Тактические замыслы России заключаются в том, чтобы обезопасить себя от дальнейшей эскалации и увеличения напряженности в этом регионе. Во-первых. Во-вторых, каким-то образом нейтрализовать дипломатические и внешнеполитические усилия как со стороны Европейского Союза, так и со стороны Вашингтона. А в-третьих, и самое главное, Россия не хочет уступить в важный геостратегический узловой регион Запада. Именно поэтому господин Сергей Лавров пригласил глав МИД Азербайджаной и Армении в Москву. И именно под его патронажем, с его модераторством произошли те события, которые, я думаю, будут накладывать определенный положительный отпечаток на процессы, которые, подразумевая под собой, подписали стол долгожданного мирного договора. Что касается Запада, Запад не намерен уступить пальму первенству в этом вопросе. И не случайно обращение господина Байдена как президента Азербайджана именно подчеркивается. Там красной линией лить мотивом идет мысль о том, что США и впредь будут поддерживать стремление к воцарению справедливого мира и спокойствия в Южном Кавкаде. США кровно заинтересованы в том, чтобы, а, Армения, чтобы было фарватера США, и, б, чтобы Азербайджан как надежный, стабильный партнер продолжил понять свои обязательства перед Европейским Союзом в вопросе диверсификации источников снабжения энергоносителей. Именно поэтому идет негласно, а иногда и зримая геополитическая борьба между Россией и США. Я думаю, что Азербайджан и впредь будут воспользоваться сложившейся ситуацией. В отличие от многих стран, мы избрали путь пошагового движения к цели. То есть мы, конечно, можем говорить о каких-то скачках в переговорном процессе, но скачки происходят именно тогда, когда наблюдается определенная апатия или определенная зачищая переговорный процесс, и любое движение вперед выдается за скачок. Но в нашем понимании, в нашем заключении мы не нуждаемся в этих скачках, мы избрали тактику и стратегию медленного, но верного продвижения к своей цели. И нам не важно, где происходят переговоры, в Вашингтоне или в Брюсселе, в Москве, независимо от координатов, независимо от географического местоположения. И самое главное, независимо от нарративных стремлений крупнейших игроков, которые пытаются давливать над сторонами конфликта, Азербайджан идет к своей цели. Цель не заключается в усмирении Армении, вовсе нет. Мы намерены наладить нормальные, добрососедские и взаимопонимающие, особенно принципы взаимопонимания, связи со всеми соседними, в том числе и... Ну, увы, разъяснительностью, и у них 7-5 на неделю. В понедельник господин Пашинян говорит одно, думает второе, в вторник он делает третье, а в четверг он пытается объяснить свои поступки, исходя из четвертого варианта. Так что есть определенные трудности с устремлением, и точнее... Будет решен положительно, потому что несмотря на определенную проблему, которая есть между Азербайджанами и Арменией, мирный договор все-таки будет подписян. Да, да, я вас слышу. О чем здесь именно идет речь? Речь идет о выполнении трех сторонного соглашения, заключенного в 2020 году. Это четвертый пункт, шестой пункт и девятый пункт. Россия акцентировалась именно на девятом пункте, на зоинзоинзоинском коридоре, потому что зоинзоинзоинский коридор, этот проект, вносит жизненно важные значения для России. Потому что подвергшись со стороны Запада устрашающим, я не могу назвать иным словом, санкциям, и испытывая очень серьезные проблемы в планировании экономических связей и нарушении профильных связей с многими государствами, Россия нуждается в альтернативном маршруте экспорта своих продуктов и, самое главное, энергоносительных. В этом случае зоинзоинзоинский коридор является существенной панацеей для России. И Россия во что бы то ни стало будет добиваться того, чтобы зоинзоинзоинский коридор как можно скорее был реализован. А что касается четвертого пункта, Россия, да, будет всячески отодвигать вопрос нейтрализации вооруженных армянских бандформирований, и террористических группировок на территории Азербайджана. Потому что, говоря латинской идиомой, нам надо искать, кому это выгодно. Это выгодно именно России, потому что тем больше таких группировки будут там действовать, и тем больше Россия будет говорить о мирных инициативах, о разоружении и тому подобное. Но этот сценарий не рабочий сценарий, это сценарий колченогий сценарий, потому что Азербайджан никоим образом не согласится на существование определенных террористических диверсионных групп на своей территории. И самое главное, Россия во время этой встречи попыталась надавить на Армению в вопросе ОДКБ, потому что Россия до сих пор желает и стремится к тому, чтобы контингент наблюдателей ОДКБ был размещен на условных границах, государственных границах между Азербайджаном и Арменией. Это подразумевает под собой не только наблюдательную и мониторинговую миссию, но и передачу Армении определенной военной техники, вооружения, а также курсы обучения для армянских пограничников. Но где Россия увидела армянских пограничников, конечно, это очень большой секрет, но я думаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы Армения отказалась от мониторинговой миссии Европейского Союза и восприняла предложение России как единственное верное. Но воспримет ли Армения это предложение, это по каждому времени. Хотя я не думаю, что Ереван согласится на предложение России. По информации российской стороны, возможно, встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пушиняна в Москве в ближайшее время. Азербайджанский МИД пока не подтвердил данную информацию. Но все же, если встреча состоится, как вы считаете, чего стоит ждать от нее? Вопрос в том, что 24-25 мая в Москве будет проведен саммит Евразийского экономического сообщества. И во время этого саммита Никол Пушинян будет получать очередные ценные указания со стороны Крымья. Выполнить ли Пушинян эти указания, конечно, это под большим вопросом, но несмотря на это господин Сергей Лавров и президент России господин Владимир Путин будет всячески стремиться к тому, чтобы хоть как-то, в кавычках, утихомирить и Пушиняне обезопасить южно-тылы, южно-подбрюши России. Участие президента Азербайджана во время этого саммита и его предполагаемые переговоры с Пушиняном могут внести очень четкую и определенную ясность в вопросе подписания мирного договора, окончательного мирного договора. Потому что сам по себе мирный договор – это не что иное, как эта бумажка. Главное, чтобы его надо было исполнить, потому что именно в этом случае он превратится в межгосударственный договор о взаимопонимании, нормализации отношений. Россия добивается именно этого. То есть, очень коротко говоря, Россия пытается вырваться вперед, опередить Запад на финишной прямой, на один корпус. Большое спасибо, что ответили на наши вопросы, уделили нам свое время. Спасибо вам. До свидания. Я напомню, что к нам подключался Эльчин Алиоглу, главный редактор портала «Милиас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова